мы с линдой пришли в мишу и я только что сняла видео для дона в что-то я так последнее время часто сала выкладывать минут иногда вот хочется поговорить именно для дома пооткровенничать с ними так что вы хотите мою закрытую группу вконтакте оформляйте подписочку или на бусте тоже подписочка теперь уже сегодня хотим не муж обрадовал говорит этот рутюб опубликовал статью что вы можете каким-то образом там что-то надо сделать перенести все свои видео из ютюба вручу прикиньте надо попробовать потом я там вроде в ручьубе мало подписчиков и видео сашма чтоб недавно начала его ввести вот мы с ним докупили такую подвеску за 400 рублей идут это не покажешь да подожди там на стоп только 12 подвеска вот видите детям такие вещи нравятся но это вообще как бы не детская это вообще не детская это вообще для этих ну как найти бутафорские такие вещи иногда not ну вообще прикольно она на магните она вот там на магните вот у нее вот застежка такая видите на магните сейчас и камеру поставлю и не поставить не так ребятки мешает при нас станем звонит случайно набрала его и он перезванивает видите вот какая прикольная эти как такой чокер но я бы сделала поменьше было тут зачем они такую большой сделали 43 сантиметра можно было сделать и на 40 вот ну прикольно правда детям так вообще блин я и говорила что вот это будешь носить на детям такая вещь они это что-то тут есть серебро и соколов для детей такие вещи они как бы немножко на не имеют ценности а вот вот такие бутафорские украшения но и безопасно но не жалко их не на прикольная как-нибудь тоже одену с какой-нибудь водолазкой она легкая она видимо из пластика мне кажется да мне давали духе одену тебя мне кажется она из пластика она вообще очень легкая боялась что тяжело будет вот потому что если бы это был металл бы он бы ободрался я думаю что скорее всего это просто такой крашеный пластик и это хорошо он легкий и не обдерется быстро теперь в телеграм я веду подкаст этого на ютюбе не будет это мои мысли вслух на аудио без видео то есть формат такой же как на youtube только без видео но этого на ютюбе не будет никогда поэтому подписывайтесь на мой телеграм и слушайте мой подкаст на разные философские темы прикольно люди живут около кладбища частный сектор ну там же за ними кладбище тут домики это мы вот из миши едем от радиозавода а я не знаю как не знал то он ну там справа хочешь сходить не ну не сейчас что за черный юмор линда кто тебя так научил шутить в общем я когда ехала в питер я начала смотреть но я почти до его посмотрела час до конца досмотрела кафе фильм пока не сыграл в ящик там играет один из моих любимых актеров джек николсон я очень люблю джек они блины ну все на месте я тоже укр как у меня да уже я хочу тигр ну посмотри пока ирщица маленькая все все на месте и кот на месте он он все в этой переноске окей это заразно видите и вот меня точно так же в детстве заразили бабушки эти я линду заразил окей до линда это заразная штука укр да ну как не знаю надо как-то с мыслями с вами работать не знаю черный как мне именно отличие просто не брать игрушки с собой это не поможет просто не брать потом и игрушек не будет будешь за что-то другое боятся страх это заразительная вещь как я вчера ролик смотрела на канале у меньшовой мы все мы все короче мы все повязаны даже если мы не будем смотреть новости у нас все равно есть коллективный этот вот как сказать фон на тревоги это все равно будет это чувствуется я то лично этот фон очень хорошо чувствую да вот он даже не осознаваем для многих так вот фильм пока не сыграл в ящик и джек николсон я обожаю джека николсона линда возьми меня за руку я считаю что это очень талантливый актер очень талантливый очень особенно отпусти меня особенно вот уже в его в преклонном возрасте это вообще на него смотреть одно удовольствие у него кстати есть тоже фильм забыл как он называется у меня тоже на мобильник он скачанный как же называется там где у этого мужика забыла как сейчас я скажу как он лучше не бывает называется фильм вот 97 года по-моему да ну то есть он там еще такой не совсем старый классно классно фильм вообще там про тоже про человека который тревожник такой вот есть еще и у него какая-то агрессия классный актер фильм это тоже очень классный пока не сыграл в ящик короче я посмотрела и решила что мне тоже нужен такой же список составить пока не сыграл в ящик то что вы я хочу сделать до своей смерти потому что мы все умираем медленно медленно и вот я все не снимала видео для дома в тома как всегда это разочарование в жизни моих почему я так злюсь на все это за потому что я понимаю что каждый не убираю медленно как и мы все с вами и и мне так обидно что меня не все устраивает жизнь и шанс уже не потому что я же старею с каждым днем шансов все меньше что-то либо изменить вот поэтому мне так необходимо высказывать на моем все мои мысли мое ночью мне так это важно потому что шансом уже не будет как найти в моем блоге видео занятия красивая осанка и посмотреть за донат вбиваем в поиск красивая осанка найти и здесь представлены несколько видео каждая за донат отдельный по частям урок 2 или полное видео 3 часа 40 минут еще одно видео эта часть в нем упражнение отсутности постановка корпуса каждом таком видео коротеньком там всегда есть постановка корпуса упражнения стулья для шейного грудного отделов плюс постановка корпуса в описании видео указано сколько по продолжительности давайте откроем полное полное видео это вот самостоятельно можете посмотреть видео за донат в любое время не ограниченный доступ надо будет как-нибудь сходить на кладбище погулять сюда-то на мироносецка это очень расслабляет успокаивает до зимой прикольно там могу ли от чистенькой как бы так это все бело вот вот мы сейчас проходим мимо моих занятий красивая санка я сейчас от линду отведу в бабушке и пойду я к чему очень рада то что я последнее время перестала зацикливаться на все всем этом и даже ну на занятиях на своих то есть там деньги вообще в мизерные ну как бы людей сейчас как бы ну нет людей как бы есть но мало и непостоянно и то есть раньше вся эта история бы мне вызывала жуткие страдания том что я не могу до конца укомплектовать группы в том что непонятно чем занимаюсь вот в общем а сейчас я уже я полностью мне удалось это я полностью отстранилась от этой темы я даже иногда боюсь забыть что у меня сегодня занятия так я просыпаюсь и думаю так боже мой я не забыла что не менее занятия ой думаю как тут как-то так бывает да с пушками я не забыл не забуду ли я что у меня сегодня занятия то есть абсолютно ну то есть не думаю о том что ну как нет я жду думаю подожди я считаю книги на эту тему я постоянно думала на тему осанки вот а вот например вчера ночью я думала о такой связи линда иди ровненько и тут у велосипеда еду тобою что поедут а ты вихляешь и я с тобой вихляю вправо влево понимаешь иди по траектории прямой я вчера рассуждала о связи растяжки у детей от 4 до 7 лет когда им растягивают мышцы живота ну то есть на всяких колечках и мостиках вот эту мышцу живота растягивают приводят в дисбаланс мышцы живота и поясницы которые в принципе должны стабилизировать таз и все это приводит к тому что в дальнейшем у них развивается сколиоз то есть это конечно просто моя такая теория я просто опрашиваю детей которые у которых сколиоз и при этом у них наблюдается обвисший слабую слабый живот абсолютно да то есть как будто вот прямую мышцу живота растягивают вот этими всякими да вот растяжками в том возрасте в котором ну совершенно это не нужно и потом эти дети приходят у них дестабилизирован таз и естественно увеличенный прогиб поясницы ярко выраженный висящий живот и что самое-самое бери руку что самое-самое ну не страшно но это как бы не то что страшно это как бы притормаживает развитие тела и вообще ведет его неправильном управление дело в том что в 10 в 11 лет у ребенка должна быть перестройка дыхания за счет доформирования грудной клетки то есть тип дыхания должен быть ну там если я уже не помню на на память не такая плохая память читаю и забываю мне не нужно забывал мне создается образ но я не могу воспроизвести умными словами вот в чем дело в общем суть в том что примерно в 11 лет у девочек до созревает грудная клетка то есть она оформляется в ту форму в которой она будет во взрослом возрасте у мальчиков чуть попозже и суть в том что в дыхании все больше и больше начинают участвовать мышцы грудной клетки от этого животик вот этот детский висящий животик которым они преимущественно пиши да как бы должен убираться ну как дышать диафрагмы да как это мы проверяем надувайте шарик у дети маленькие надувают шарик и у нее они распускают живот то есть они делают вдох носом и когда они выдувают в шарик воздух у них живот расплывается он должен наоборот подтягиваться понимаете они не понимают как так сделать чтобы на выдох воздуха в шарик животик подтянулся для них это вообще не по непонятно вы их там примете 12 13 лет даже иногда то есть о чем это может говорить возможно все эти дети но они не то что возможно они ходили я у них спрашивала они ходили на растяжки понятно что им там эти все мустики колечки и все остальное возможно вот это вот гипер растяжение мышц живота прямой то мышцы как они называются забываются название в общем-то тоже мышцы живота да по моему прямой перейдет перерастяжение приводят в дисбаланс тасс понимаете все и дальше пошел нарушение просто да по всему опору двигательному аппарату следствие чего грудная клетка опять-таки не может доформироваться нормально включиться дыхание то есть тут нарушается вот такая вот такое у меня предположение почитать бы где-то об этом может кто-то уже какие-то делал такие исследования заявления фиг знает у нас на вот если это читать про гимнастику нас гимнастика как будто находится знаете в неприкосновенной зоне только рассказывают все о пользе художественная гимнастика польза польза а об обреде никто не пишет как будто знаете как будто это запретная тема как про коронавирус во время в общем суть в том что я последнее время просто перестала вообще уже думать о своих занятиях приносят деньги не приносят то есть вообще абсолютно об этом не думаю даже забываю иногда какой сегодня как бы деньги вообще есть у меня занять вообще дальше я очень напрягалась прям с утра там я не знаю постоянно мне была тревога придут ли люди не придут и все остальное сейчас абсолютно ушла тревога я просто сказала все оля мы закрываем тему того что ты педагогом пробыла столько времени просто закрываем эту тему и считаем что это просто твой законченный путь да ты продолжаешь это вести чуть-чуть три раза в неделю но это ты делаешь больше для себя до развиваешься для себя вот а во всем остальном как бы там деньги не деньги все просто ли закрыли эту тему вот и все сейчас самокат поставлю погодите сегодня я снимала видео для своих домов я с этого начала да вот видео будет называться полное разочарование после того как я провела свое занятие красивая осанка я пришла к бабушке они сидели на скамейке они выходят к подъезду посидеть с миндой вы знаете и после как я пришла я почувствую себя так хорошо и спокойно потому что у к ты ну и когда я хожу ты все-таки как бы работа получается моя да я чувствую там нужный себя я чувствую что я что-то даю людям и люди мне денежку за это платят и вот я провела люди люди не заплатили денежку я почувствовала себя нужной пришла и совершенно по-другому в каком-то другом совершенно настроение в таком хорошем не в том в котором я снимала вот это видео про разочарование да разочарование как я его назвала я забыла уже разочарование ну как то так назовем вот я была очень хорошим настроение прям я так еще отметила думаю как же как же все таки важно иметь какое-то такое место работу где тебя ценят где тебе платят не только деньги но еще вот но тебя ценят и ты приходишь в дом и ты смотри начинаешь смотреть на свою жизнь по-другому на своих близких которые тебя не ценят уже по-другому уже не так нервно вот но потом мы поехали в ленту с мужем муж приехал и вот там конечно все моему хорошему настроению пришел конец и об этом будет следующее видео для дунов которая назовула просто в очередной раз пассивная агрессия да вот много видео последнее время для дома снимаю где мой ну я о чем и будет видео мой муж в очередной раз я не знаю просто на пустом месте проявил пассивную агрессию и я буду проводить анализ анализ его пассивной агрессии моей активной агрессии вот и вот это будет видео следующая для дунов она наверное их подряд выпущу я вот это второе еще не снимала но когда это выйдет она уже будет отснят вот и совершенно испортилась настроение я так думаю как хорошо мне было после моей работы когда я пришла туда где меня ценят люди приходят люди мне деньги платят и как же плохо в своей семье сценарий повторяется сценарий детства повторяется как же хочется покоя покоя и чувство безопасности понимаете гляньте гляньте как влетел офигеть это он с круга что-то нас в обскоре нынче столько дтп шикут таких причем вылетают вообще городе представляете вот что значит коллективная бессознательная тревога вообще витает понимаете да это все от этого близится крах мы с лендой вышли погулять полчасика и а сходить в магазин купить там по мелочи вот вместе у них как-то не очень хорошо меня у меня даже температура около 37 ну так еле-еле 37 на накапала это из-за горла психосоматика моя сейчас уже нормально и говорю видите как хорошо лари пронт быстро связки восстанавливает все равно сейчас приду домой лягу и буду продолжать смотреть секс большом городе у меня сегодня это марафон по нему друзья мои мой канал нуждается вашей поддержки в первую очередь это ваши лайки комментарии и подписки также вы можете угостить меня чашечкой кофе перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом donation alerts все ссылки в описании видео а для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение стать моим доном в группе вконтакте невротичка оля нажмите поддержать автора и введите любую сумму удобную для вас и вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни психологическим разбором на примере моих ситуаций будьте готовы эти видео слишком откровенно люблю целую ваша невротичка оля